МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Сенаторы сегодня сделали аж 17 запросов. О самых интересных из них расскажу вам я, Мауржан Шехмидт. 52 миллиона тенге штрафа на троих. В Уральском городском суде вынесет приговор по делу экс-сотрудниц ювенальной полиции. Уральский Новогородской площадь могут назвать именем первого президента Республики Казахстан. Правда, для этого нужно одобрение городского и областного Маслихатов, областной и республиканской аномастической комиссии. Но первый шаг уже сделан. Люди решили на сходе присвоить имя Нурсултана Назарбаева. Запретить операции с криптовалютой в Казахстане предложили депутаты. Сенаторы обратились к премьер-министру страны и главе Нацбанка, заявив о необходимости обеспечить защиту имущественных прав и свобод граждан при совершении сделок с криптовалютой. Оглашая депутатский запрос, Дулат Куставлетов отметил, что, учитывая трансграничный характер, криптовалюта может использоваться для операции с объектами, оборот которых запрещен либо ограничен. Это оружие, наркотики, лекарственные препараты. А это уже представляет потенциальную опасность роста преступлений. Биткоин – это цифровые деньги. Физически этой валюты не существует. Есть только специальные реестры, в которых ведется учет, сколько у кого биткоинов и кто куда их переводит. Эти журналы называются блокчейнами. Это похоже на то, как устроены безналичные платежи в банках. Когда вы платите картой в магазине, вы тоже не передаете никому никаких физических денег или золота. Просто где-то в банковском реестре прописывается ваша операция. Криптовалюта позволяет переводить деньги под псевдонимом и без участия банков. И в нашей стране наблюдается определенный интерес к использованию криптовалюты. Она применяется в основном в качестве средства инвестирования и получения быстрого высокого дохода. Имеется случай использования гражданами Казахстана криптовалют для осуществления гражданскоправых сделок, купка-продажа недвижимости, автомашин, производственных объектов и так далее. Но криптовалюты, не обеспеченные реальными активами, не имеют стабильной стоимости и не влекут обязательств каких-либо лиц по возврату денег. Соответственно, нет гарантии сохранности вложенных инвестиций. За биткоины, к примеру, можно купить билет на самолет или компьютер. Можно даже пожертвовать средства буддийскому храму. С 2015 года биткоин подорожал с 200 долларов до 11 тысяч долларов и продолжает расти. Это сделало криптовалюты интересными для инвестиций и спекуляций. Интерес подогревает и историю успеха. К примеру, в 2009 году норвежский студент Кристофер Кох на обум купил биткоины всего лишь на 24 доллара. Он вспомнил о вложении через 4 года, когда его состояние достигло 885 тысяч долларов и купил на часть вложенных денег квартиру в Осло. В силу отсутствия правового регулирования оборота криптовалюты государственный контроль и учет сделок с ней не осуществляется, а неконтролируемое ее использование может повлечь ряд негативных социально-экономических и правовых последствий. Так, учитывая трансграничный характер ее распространения, криптовалюта может использоваться для операций с объектами, оборот которых запрещен либо ограничен, например, оружие, наркотики, лекарственные препараты и так далее. В этой связи использование оборот криптовалюты предоставляет потенциальную опасность для роста латентной преступности, таких как неопределенный объем национальной валюты может ввлекаться в теневый оборот. Формирующийся оборот криптовалюты имеет признаки коммерческой деятельности, но в силу отсутствия регулирования не вовлекается в бюджетный и налоговый сектора финансовой системы страны. В нашей стране биткоины пока что не легализованы, но и не запрещены. Понятия криптовалюты, виртуальная валюта не прописаны в законе. Пока обращение биткоинов не регулирует правительство, их не могут продавать банки и другие компании. Модернизация сознания. Что важно сохранить на века и от чего необходимо избавиться как можно скорее. Об этом шла речь в одной из школ Астаны, куда пришли деятели культуры. К примеру, переход казахского языка на латиницу раньше уже обсуждался и не раз. Но как именно будет выглядеть новый алфавит, никто прежде не знал. Ученые представили его общественности впервые. Пока это только проект, но в интернете появилась специальная программа «Онлайн-конвертер», которая по принципу переводчика преобразует слова, написанные кириллицей, в латинские символы. В программе Рухани Жангру предлагается выбрать сотню лучших учебников из тех, что уже существует в мире, и перевести их на казахский язык. Эффект от этой программы ожидается уже через 5-6 лет. После того, как книги станут доступны студентам, выпускники отечественных вузов должны стать более конкурентоспособными на международном рынке труда. Некоторые хотят прививать нам западные ценности. Это неправильно. Должна быть национальная аутентичность. Надо прививать школьникам нашу культуру, которую агитировал еще Алихан Букеханов. Национальный код надо передать школьникам. Также предлагается специальная программа «Туанжер». Первое – это организовать в школах качественное преподавание истории родного края. Второе – государственное содействие бизнесменам. Речь идет о том, чтобы найти как можно больше способов улучшить жизнь в регионах. Кроме того, стартовал проект «100 новых лиц страны». Речь идет о гражданах, которые за годы независимости сами состоялись и оказались полезны государству. Эти казахстанцы станут героями нашего времени. О них будут снимать документальные фильмы и писать в печатных изданиях. Среди них есть и преподаватели. Если хочешь стать народом, надо начинать с колыбели. Так говорили еще наши предки. Нужно повышать статус преподавателей. И последнее. Сакральные места в Казахстане образуют каркас национальной идентичности. Места будут объединены в так называемый культурно-географический пояс. Но все эти знания нужно еще агитировать. Например, казахстанская культура должна занять свою нишу в мировой культуре, как это сделала Америка, создавшая Голливуд, который снимает фильмы, востребованные во всем мире. Новую площадь в Уральске могут назвать именем первого президента Казахстана. Об этом сообщили в городском отделе культуры и развития языков. В областном центре прошли общественные слушания, где рассматривались вопросы присвоения новых имен улицам, площадям и микрорайонам Уральска. Общественные слушания были организованы городским акиматом и маслехатом. В актом зале школы номер 2 люди предложили присвоить скверу на ремзаводе название «Ликвидаторы последствий аварий» на Чернобыльской АЭС. Также слушания прошли в поселке Деркул в микрорайоне Жулдыз и школе-гимназии номер 42 Акниет. Люди предложили назвать 5-й микрорайон именем Кадыра Мерзали, а городскую площадь именем первого президента Республики Казахстан. Наименование новой площади именем первого президента сейчас находится в рассмотрении. Все единогласно проголосовали, поддержали данные наименования. В конце февраля планируется очередное заседание сессии маслехата. На повестке дня будет рассмотрен перед депутатами очередное наименование. Отметим, новую городскую площадь в Уральске начали строить в 2014 году. В 2016-м ставилось торжественное открытие объекта. На территории 7 гектаров разместились фонтаны, ротонды и малые архитектурные формы. Одновременно здесь смогут разместиться до 10 тысяч человек. Площадь используется для проведения культурно-массовых мероприятий и государственных праздников. Окружают площадь, центр творчества имени Кадыра Мерзали, дворец бракосочетания, дом дружбы и суд номер 2. Ведем работу по наименованию 74 улиц в поселке Диркул и 17 улиц в микрорайоне Жолдус. Данные наименования, новые, тоже находятся на рассмотрении в городском университете. Стоит отметить, что в Уральске порядка 100 улиц до сих пор не имеет названия. 17 тысяч детей стоят на очереди в детские сады Уральска. Об этом сообщают в городском отделе образования. Проблему очередности решают с помощью открытия частных дошкольных учреждений. Как они работают и насколько востребованы среди населения, расскажут наши корреспонденты. Как рассказали в городском отделе образования, на сегодняшний день в Уральске работает 50 государственных детских садов, где обучается свыше 11 тысяч детей. Решить проблему очередности помогают частные дошкольные учреждения. На сегодняшний день работает 28 частных садов, где насчитывается несколько тысяч детей. Еще 14 детских предпринимателей подали на заявку на 2018 год. У нас получится охват участников около 3 тысяч детей. Если в государственных садах оплата составляет не более 12 тысяч тенге, то в частных дошкольных учреждениях все зависит от того, какие услуги предоставляют предприниматели. С детьми здесь также занимаются по общеобразовательным программам. Кроме того, могут быть организованы дополнительные занятия в виде кружков, а также подвоз детей. От перечня предоставляемых услуг и формируется конечная стоимость. Полный объем оплаты 30 тысяч. Сюда входит и зарплат сотрудников, и питание детей, и содержание этого здания, и полностью то, что полагается при воспитании детей. Мнение о том, в какой детский сад отдать ребенка, у жителей Уральска расходится. Детский сад удобный государственный. Частные, не знаю, у них воспитатели, вот, например, я скажу, ну, как, некоторого образования не бывает. Ну, мне кажется, в частной, потому что там как-то больше будут присматривать за ребенком. Тем временем специалисты отдела образования напоминают, выбрать дошкольное учреждение и подать заявку на очередь каждый родитель может, не выходя из дома. На сайте отдела образования представлен весь список дошкольных учреждений. Я думаю, что лучше в государственный сад отдавать. Там учат языки, историю родного края. Марина Горбука, Айбула Джигапар, Рустам Джумашев, ДТК-42. В Уральске ищут деньги для строительства надземных пешеходных переходов. Об этом сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В прошлом году два тендера были сорваны по причине отсутствия участников. Выяснилось, что проектировщики недовольны стоимостью работ. Сейчас полицейские проводят рейды в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход». Правонарушителям выписывают штрафы и проводят профилактические беседы. Но ситуация от этого кардинально не меняется. Только за январь 2018 года произошло 11 ДТП с участием пешеходов. Два человека погибли, еще 11 получили ранения. Наезды на пешеходов составляют около 30% от общего числа всех совершающихся ДТП. Сегодня второй день проведения оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход», который проходит на территории именно нашей области в связи с наездами на пешеходов, потому что участились наезды на территории города Уральска. Только за один день силами УВД города Уральска было составлено 90 административных протоколов по статье 615 за переход проезжей части в неустановленном месте в непосредственной близости перед проезжающим транспортным средством. Между тем в городе запланировано возведение двух надземных пешеходных переходов. Первый должен расположиться в районе рынка «Золотая чаша» по улице Шолохова, другой в районе Новой городской площади. Но пока эти проекты не реализованы. По надземному пешеходному переходу у нас список имеется. Первоначально мы хотели установить его на улицу Шолохова и в районе Новой площади. В прошлом году мы объявили конкурс, но, к сожалению, дважды городный конкурс из потенциальных посвящихов никто желание не выявил. Выяснилось, что на разработку ПСД для одного надземного пешеходного перехода из бюджета выделили меньше полутора миллионов тенге. Проектировщики все как один отказались, заявив, что данная работа стоит куда больше. Роман Копня, эфир, Буламаншин, Александр Грабарев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В североказахстанской области на трассе в результате страшной аварии погибли 4 местных жителей. Как сообщили в областном ДВД, столкнулись два автомобиля ВАЗ-21-100 и Volkswagen Passat. В результате мощного удара на месте погибли 4 человека. Еще двое пассажиров немецкой иномарки были доставлены в больницу с различными травмами и ушибами. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. В США в средней школе произошла стрельба, в результате которой не менее 17 человек погибли и несколько получили ранения, сообщает русская служба BBC. ЧП произошло в Перкленде, штат Флорида. Сообщается, что нападавший сначала открыл стрельбу на улице, убив трех человек. Затем зашел в здание школы, где застрелил еще 12 человек. Еще двое скончались от полученных ран в больнице. Американские СМИ сразу же сообщили, что нападавший 19-летний бывший ученик школы Николас Круз. Позже его личность подтвердили в офисе шерифа, добавив, что Круз арестован. В Уральском городском суде вынесен обвинительный приговор по делу трех экс-сотрудниц ювенальной полиции, обвиняемых в получении взятки. Альфия Хабибулина, Бакаджамал Есиналиев и Асем Найзабековы были признаны виновными по статье 366 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 27-летний капитан полиции Альфия Хабибульна и 20-летний лейтенант Асем Найзабекова в ноябре 2017 года составили административный протокол в отношении хозяйки магазина, которая продала пиво несовершеннолетним. Ранее предпринимательница уже привлекалась к ответственности за подобные нарушения, и ей грозил отзыв лицензии на продажу алкоголя. Сотрудницу ювенальной полиции привлекли к этому делу свою коллегу Бахаджамал Есиналиеву. Втроем они пошли к владельцу магазина и договорились о получении взятки в сумме 250 тысяч тенге. 4 ноября Есиналиеву задержали с паричным сотрудники ОСБ ДВД ЗКО. Есиналиева и Хабибулина в суде признали свою вину. Они плакали и просили не лишать их свободы. Найзабекова свою вину признала частично, заявив, что работала в полиции всего два месяца, и не знала о правилах регистрации уголовных дел. Приговором Уральского городского суда признаны виновным по статье 366, части 3, пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначено наказание в виде штрафа 70-кратная сумма взятки, что составляет 17 миллионов 500 тысяч тенге. Экс-сотрудниц полиции лишили пожизненно права занимать должности в органах госуправления. Также они были лишены специальных званий лейтенанта и капитанов полиции. В моем практике это первый приговор, действительно, именно женщины привлекаются к уголовной ответственности. Ну, это наша задача, работа. Также в суде было вынесено частное определение в отношении руководства ДВД, которое не обеспечило контроль за деятельностью своих сотрудников. Роман Копняев, Ербола Маншин, Александр Грабарев, ТДК-42. Одел занятости и социальных программ города Уральск требует с корпоративного фонда «Урал» общественного объединения инвалидов с поражением органов зрения выплатить зарплату индивидуальным помощникам. В исковом заявлении указано, что отдел занятости и корпоративный фонд заключили договор на приобретение помощников для людей с ограниченными возможностями, чтобы те сопровождали их, когда это необходимо. Сумма была выделена, а в итоге выяснилось, что фонд необоснованно поднял зарплату своим сотрудникам в два раза, а индивидуальным помощникам, для которых, собственно, и были выделены деньги, недоплатил почти 4 миллиона тенге. При этом фонд не смог представить документы на административные расходы за три месяца, заявила истец в суде. Корпоративный фонд «Урал» обязан был заплатить индивидуальным помощникам зарплату до 29 декабря включительно. Но корпоративный фонд «Урал» не выплатил и создал социально напряженность в обществе. Идут письменные и устные жалобы от инвалидов и сопровождающих их лиц о том, что не была выплачена зарплатная плата. Мы свой иск поддерживаем до сих пор и настаиваем о том, чтобы корпоративный фонд «Урал» заплатил индивидуальным помощникам зарплату и признать его недобросовестным поставщиком услуг. В Малом зале Маслихата Западной Казахстанской области обсудили проект национального доклада по противодействию коррупции. В мероприятии приняли участие представители государственных правоохранительных органов, представители политических партий и неправительственных организаций. Участники подняли тему профилактики коррупционных преступлений и определили план мероприятий совместной работы. На сегодняшний день каждый гражданин знает, что коррупция – это бич современного общества. Но, несмотря на это, искоренить ее достаточно сложно. Специалисты по борьбе с коррупцией говорят, что из года в год ситуация улучшается. И это положительно сказывается на формировании антикоррупционной культуры в обществе. С целью формирования проекта национального доклада по противодействию коррупции были проведены общественные слушания. В рамках подготовки национального доклада агентством подготовлен проект, и данный проект выносится на общественное слушание. В рамках этих общественных слушаний нами будут вырабатываться рекомендации, заслушанные предложения от общественности, и даны рекомендации для включения и дополнения этого проекта. В нашей стране борьбе с коррупцией уделяется особое внимание. Участники и слушания принимали активное участие в обсуждении проекта и вносили свои предложения. Обратил внимание именно на главу пятую, где сказано о развитии перспективов развития законодательства по противодействию коррупции. Во-первых, наша страна в отношениях находится с организацией экономического сотрудничества развития, которая дает свои рекомендации. Допустим, если кратко сказать, например, за коррупционное нарушение организации экономического сотрудничества развития предлагает от административного наказания переходить чисто к уголовной ответственности. То есть более как ужесточение. Тогда как, например, в нашей стране, в нашем Казахстане более гуманные такие отношения. Несмотря на постоянное совершенствование антикоррупционного законодательства, в борьбе с коррупцией, как уверены участники мероприятия, должен принимать участие каждый гражданин и только общими силами удастся искоренить этот бич современного общества. Сергей Уланов, Норланд Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Сегодня в Уральске отметили 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года территория Афганистана покинул последний солдат советской армии. И с тех пор уже стала доброй традицией отмечать этот день возложением цветов и проведением митингов. Все пришедшие сегодня на площадь Победы почли память солдат и офицеров, не вернувшихся с кровавых полей афганской войны. 15 февраля – это не только день памяти всех погибших, но и выражение глубокой признательности вернувшимся домой. 9 с лишним лет продолжалась кровопролитная война, которая унесла жизни порядка 15 тысяч советских граждан. Чтить память погибших воинов – наша святая задача, наш нравственный долг, отметил заместитель Акима города Мирбулат Нуржанов. Сегодня ветераны афганской войны участвуют в непосредственный вклад в развитие, воспитание молодого поколения. Вы каждый день встречаетесь с нашими школьниками, молодежью, воспитываете их в духе патриотизма. Я думаю, что у вас вклад неоценим. И мы со стороны, как Акимат, исполнительная власть, будем всячески поддерживать ваши начинания. Через войну в Афганистане прошло около тысячи западно-казахстанцев. 27 из них навсегда остались там, один воин пропал без вести. И единственное, что осталось у афганских вдов и матерей – это память о них. 29 раз уже нас афганцы собирают, нас это чествуют и никогда не забывают. Всегда все праздники нас приходят, поздравляют, материально нас поддерживают, морально. Мы на них смотрим и уже представляем, что наши детишки были по 18 лет, а сейчас уже почти 60 им. Очень благодарны им. Спасибо большое. Воины-интернационалисты рассказывают, что всего лишь выполняли свой долг, а примером для них были их родители, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. После всех искренне сказанных пожеланий состоялось награждение и возложение цветов к памятнику воинам-афганцам. Олег Великий, Мир Булатжи Гапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Известный казахстанский актер, режиссер и продюсер Нуртас Адамбай снял клип на саундтрек комедии «Я жених». Главной музыкальной композицией фильма стала песня «Самая вышка», которую написали двое парней из Уральска. Сами авторы произведения рассказали, как только им предложили снять клип, они не стали раздумывать. На следующий день после звонка купили билеты на поезд и отправились в Алматы. Съемки клипа уже завершились, а сам фильм стартует в прокате в начале марта текущего года. Моя малышка, твоя улыбка, енгадема, сам моя вышка, сам моя вышка. Моя малышка, твоя улыбка, енгадема, сам моя вышка, сам моя вышка. В честь 20-летия столицы Республики Казахстан, города Астана, в Западоказахстанской областной универсальной научной библиотеке имени Жубана Молдогалиева состоялась презентация книжной выставки «Ельжу-Рега Ажарлы Хала Астана». На мероприятие были приглашены библиотекари, студенты учебных заведений города и их преподаватели. Выставка организована с целью знакомства студентов с путями становления и развития Астаны, литературой и периодическими изданиями, посвященными истории города и его достопримечательностям. В заседании в областной библиотеке имени Жубана Молдогалиева поднимается вопрос о сакральных местах в Западно-Казахстанской области, а также нашего города. В том числе есть очень много мест в нашем городе, где останавливались люди, которые оставили заметный след в истории Казахстана, например, Сакин, Сифулин, Мухагали, Махатаев. В доме музея Емельяна Пугачева отметили масленицу. Старинный казачий двор как нельзя лучше подошел для обряда проводов зимы и встречи весны. Школьники порадовали гостей праздника песнями и частушками и получили традиционные угощения – вкусные блины. Песнями, плясками, веселыми играми провожают зиму и встречают весну. Во дворе дома музея Пугачева воссоздана картина старины. Активное участие во всеобщем веселе принимают воспитанники центра внешкольной работы и ребята из Зачиганска. Они верят, что если шумно проводить зиму, то весь год пройдет удачно. Масленица – это такой праздник, когда можно есть блины, ходить друг к другу в гости, веселиться. Масленица – это праздник, когда мы провожаем зиму. Перетягивание каната – любимое развлечение для людей разных возрастов. Победить здесь не главное, задача другая. Нужно как следует согреться на морозе. Главное лакомство – масленица – это блины. Они олицетворяют солнце, которое с каждым днем светит все ярче. Это встреча зимы с весной, это окончание зимы, когда зима потихоньку сдает свои позиции. Все люди радуются наступлению весны, радуются веселым денькам. Апогей праздника – сжигание чучела масленицы. Но зима не хочет уступать своей позиции. Гори-гори ясно. Чтобы не погасли эти слова, приговаривают в то время, когда сжигают чучело. Вот она у нас горит не сразу, поэтому можно ожидать, что будет затяжная весна. Роман Копняев, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте – tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Магазин «Дом жалюзи». Дом жалюзи – мы создаем красоту вашим окнам. Наш адрес – город Уральск, проспект Евразия, 87, напротив горвоенкомата. Телефон 2694-42. СПОНСОР ПОГОДЫ Продажа и установка вертикальных и горизонтальных жалюзи. Ролл-шоры, мультивактурные жалюзи, горизонтальные жалюзи из бамбука или дерева. Фотожалюзи, сюжетные жалюзи с фотопечатью. Продажа и установка натяжных потолков. Матовые натяжные потолки, сатиновые и глянцевые натяжные потолки. Потолки с фотопечатью. Ширина полотна до 5,5 метров. Ролл-шоры, мультивактурные жалюзи. Ролл-шоры, мультивактурные жалюзи.